Я все это очень спокойно, пока на это реагирует. Добрый день, мы с вами находимся сейчас у Соловецкого камня. Борис Лазаревич, вы пришли сюда заранее. Скажите, пожалуйста, как, по вашим оценкам, видя все эти беспрецедентные, на мой взгляд, меры безопасности, будет ли здесь все-таки жесткий сценарий или мягкий? Я надеюсь на мягкий. Мы специально обращались к гражданам с информацией о том, что это чисто памятная акция. Мы просим возлагать цветы в память о Борисе, соблюдать коронавирусные ограничения и делать все, чтобы не давать поводу для каких-то силовых действий полиции. Я думаю, что меры безопасности абсолютно излишни. Нам может нет никакой необходимости во всем том, что мы видим вокруг. Это все окружено автозапами, заборами полиции и Росгвардией в количестве по многократно превышающему количеству людей, которые здесь находятся. Я думаю, что тут одного наряда полиции бы хватило на случай каких-то случайных отдельных хулиганов, хотя я надеюсь, что их не будет. Я не помню их на предыдущих акциях в памяти Бориса Немцова. Наша задача, чтобы люди могли спокойно прийти, положить цветы, отдать дань Борису Ефимовичу уже в седьмой раз, к сожалению, подряд. Я очень хорошо помню митинг 1 марта 2015 года на Марсовом поле, который планировался как антивоенный, антикризисный, он превратился в митинг в памяти Бориса. Я был одним из его ведущих. Как вы считаете, много ли людей сегодня прийти? Не знаю. Я надеюсь, что придут многие вспомнить о выдающемся государственном деятеле, о политике, о демократии. Я с ним больше двух десятков лет был лично знаком, хотя периодически мы ругались с ним до хреботы и ссорились. Тем не менее, всегда с большим уважением относились друг к другу. И очень горько, что мы должны уже седьмой раз подряд, без того, чтобы вместе с ним проводить какие-то акции и бороться за свободу и демократии в нашей стране, отдавать дань его светлой памяти. И еще такой момент. Вы ведь, ну, не вы лично, а организаторы специально, растянули акцию на два часа, чтобы много народу не скапливалось. Да, конечно. Мы заявили, что по нашим представлениям люди будут приходить в интервале от часа и до трех, но мы видим, что часть людей пришла заранее. Мы сами тоже пришли заранее, уже поставили там портрет и положили цветы. Я очень надеюсь, что все будет спокойно, так же, как и в Москве. Я надеюсь на разумную администрацию и правоохранительных органов, что они не будут препятствовать людям отдать дань светлой памяти Борису Немцову. Спасибо. А вы лично здесь будете до какого времени? Пока будем. Я думаю, что часов до двух, как минимум, я постараюсь здесь пробыть, посмотреть, что будет происходить, что мешаться, если врок какие-то конфликтные ситуации будут возникать. Я все-таки один из людей, которые призывали сюда прийти, которые направили регулирую письмо с просьбой не препятствовать гражданам, возложить цветы. И, конечно, я не несу ответственность за происходящее. Спасибо большое. Надеюсь, что ничего этого не понадобится. Я тоже надеюсь. И, в всяком случае, все предыдущие опции памяти Немцова выходили абсолютно спокойно и без каких бы то ни было эксцессов. Спасибо. Пожалуйста. Григорий, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находитесь в Соловецкого камня. Вот зачем вы сюда пришли? Почему вы считаете, что это важно? Я считаю, что это важно, потому что память о человеке, который очень много сделал для новой России, для того, чтобы Россия двинулась по демократическому пути, для того, чтобы объединять, а не разъединять, память о этом человеке очень важна. Я сейчас как раз вспоминал о том, что у нас за спиной Петропавловская крепость, где находятся останки царских мучеников, с точки зрения, например, людей религиозных, очень важное место. А для того, чтобы экспертиза завершилась, и для того, чтобы останки были с почестями похоронены, больше всего сделал вице-премьер российского правительства Борис Ефимович Немцов. Об этом тоже не надо забывать. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, много ли Петербург, что сейчас помнят о Немцове? Я думаю, что вообще помнят очень много. Другой вопрос, что даже мне сейчас по дороге звонили некоторые люди, о том, что с теми или иными причинами они не смогут подойти. Конечно, все условия, включая пандемию, препятствуют сейчас возможности прийти сюда. Но помнят очень много. И, видя вот это вот окружение силовиков, живую цепь, заборы, как вы считаете, возможно ли сегодня какой-то силовой войны? Нет, я абсолютно не исключаю. Я уверен, что никаких силовых акций с их стороны не будет. Спасибо большое. Я думаю, то, что сейчас происходит на Троицкой площади, очень показательно. Вот это очень яркая иллюстрация того, в каком Петербурге мы сейчас живем. Здесь пришли люди, которые хотят дать дань памяти человеку, который можно по-разному было относиться к его взгляду, но который искренне и честно боролся за них, который был открытым, который не шел на кофромиссы совести. Людей это важно. Они не хотят, что в нашей стране политические вопросы решались по помощи убийств, отравлений. Но мы видим при этом, что люди, которые пришли сюда самыми человеческими помыслами, окружены просто, не знаю, как в концлагере. Если посмотреть вокруг, то это просто... Мы находимся в оккупированном Петербурге. Мне это давно мысли кажется очевидной, но сейчас она просто иллюстрирована очень хорошо. Власть в городе захватили каратели. И более того, эта власть достаточно концертирована в этом смысле. И вот эти силовики, которые здесь стоят, и наш парламент, который стал парламентом карателей. Я уж не говорю, что не меняем его дедушку Смольным. Все это одна шайка лейка, которая захватила власть. Еще эту шайку лейку в сентябре нужно от власти отстранить. Как бы ни было трудна эта задача, у нас другого пути нет. Законательное собрание, главный орден власти, если мы сможем выбить оттуда вот эту вот единороссовскую комарилию и вернуть его петербуржцам, я уверен, что у нас город изменится не только в смысле вот этой атмосферы, в которой мы сейчас пребываем, гнетущей и отвратительной, но люди обычные, которых, может быть, это не так важно и нематериально, увидят, как быстро это изменится и жизнь. Как перестанут расти тарифы на транспорт, на метро. Как перестанут уделять 10 миллиардов Тимченко и Этимбергом за то, что они убили СКК и Матвея Фучерова, практически, как я считаю, во сколько они, я считаю, главные виновники это двойного убийства. Люди это все увидят, потому что это абсолютно связанные вещи. Вот эта иллюстрация, мне кажется, должна быть для каждой из нас важным побудительным мотивом, для того, чтобы люди, которые внутри этого кольца, в конечном счете, руководили нашим городом, а не те, кто стоят по периметру. И еще немного о бюджете и о кольцах этих. Вот как по вашей оценке, сколько людей внутри кольца и сколько людей истерегут? У меня нет никаких оценок. И знаете, я давно уже не исчисляю все это в цифрах, сколько пришло, сколько ушло. И никого никуда не призываю и не отзываю. Каждый решает для себя. Мы находимся прямо вот в процессе становления диктатуры Каратии. Опасность этой диктатуры для каждого из нас очевидна по делу Навального. Если можно расправиться с Навальным, значит, с любой можно расправиться. И поэтому я ни от кого не жду каких-то героических действий. Но я считаю, что у нас нет другого пути. Если мы хотим остаться людьми свободными, и чтобы власть принадлежала людям в нашей стране и в нашем городе, мы должны сопротивляться этому. В другом пути нет. И каждый это может делать там, где он находится. Я это делаю в парламенте. Любой человек может сегодня прийти сюда. Или там выйти с фонариком в какой-то день. Или прийти на акцию протеста. Нельзя молчать. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. И мне кажется, что в любом случае сегодня, даже если это здесь не очевидно с точки зрения численности, можно твердо говорить. Я лично в этом убежден. В Петербурге подавляющее большинство людей не поддерживает ни Путина, ни его партию Жюрика Поваров. Я в этом глубоко убежден. Вопрос в том, как мы сможем консолидировать эти 70 минимум процентов петербургцев, которые, может быть, даже и ждут от представителей оппозиционности у каких-то действий и шагов, позволяющих консолидировать вот эту вот очевидную энергию несогласия с тем беспределом, в котором мы оказались. Это не город Каральцеве. Это не город Макаровой и Бегловой. Не просто вот этих космонавтов, которые избивают безоружных граждан. Это наш город. Это, как бы ни банально звучало, требует доказательств. А доказательства эти можем и предъявить самим себе и всему городу вообще предъявить в сентябре. Еще раз говорю, это очень важный момент будет в жизни Петербурга сентябрьские выборы. Да, будут выборы в Государственную Думу. Мы должны помнить о том, что у нас есть свой город и своя власть. И эта власть должна принадлежать городу, горожанам, а не опричникам. Это очень важно. И еще такой момент. Немцов, очевидно, был символом того сопротивления, о котором вы говорите. Сейчас вот Навальный выдвинулся на первый взгляд. И не кажется ли вам, что он его затмил просто? Вы знаете, я вообще так не знаю. Я даже не знаю, что ответить на ваш вопрос, потому что я никогда таки... Давайте так, Немцов забыт, Немцова помнить. Нет, я с этим не согласен. Нет, я с ним не согласен. Никто не забыть, вот, если ничто не забыто. И Борис Ефимович, и Алексей Анатольевич, и каждый из нас должен занимать это место в своем строю, независимо от, так сказать, ну, там от своей значимости. Вот это общее дело. Понимаете, мне кажется, одна из проблем заключается в том, что часто там номер-лигер оппозиции пытаются занять все места. Мне кажется, каждый должен бороться на своем месте. Вот выбраться, вот видите, как в старом фильме, хорошем фильме, вот этом, в любом по собственному желанию. Помните, он говорит, каждый должен бежать по своей дорожке. Ну, давайте бежать каждый по своей дорожке и на своем месте бороться с тем беспределом, который есть. Нет других рецептов. Поэтому я не считаю, что Немцов или Навальный, кто-то из них там важнее для нашей общей борьбы. Каждый из них носил свой вклад, и Алексей еще уверен, внесет этот вклад. А Борис Ефимович всегда станет нашим человеком, для меня лично, который был не просто демократом по миропониманию, а еще и по мироприменению. А это большая редкость. Ведь не просто демократом на слова, а на самом деле. Ефимов был именно таким. Хотя я, например, не всегда был согласен с его политической позицией, но не относиться к этому человеку с уважением и не признавать за ним такие качества редкие для политики Семерсии, как смелость, искренность, честность. Ну, это все, да. Борис был таким. Я, честно хочу, хотел бы быть на него похожим, как в чем-то, как политик. Это уж я говорю вам, личные какие-то вещи. И я думаю, что я такой не один. Для кого Борис Ефимов всегда будет живым. Для меня это вот так. Спасибо большое. Добрый день. Мы с вами у Соловецкого Камня. Скажите, пожалуйста, зачем вы сюда сегодня пришли? Сегодня я буду в кино убийство Бориса Немцова. И я считаю, в какой-то мере своим гражданским долгом прийти и, по крайней мере, возложить цветы. Это символический жест, но я считаю, что это мой долг. А кто для вас Немцов? Кто он? Вы знаете, на самом деле я была очень мало в политической теме, когда он был еще жив, к сожалению. Но это честный, принципиальный человек. И во многом он сейчас символизирует все то, чем могла стать Россия. То есть он как бы скорее уже символом стал, чем... Ну, по большому счету, да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот много ли людей в Петербурге вообще не много? Я думаю, что много. Петербург – город традиционно достаточно политизированный и протестный. И так как это имя очень долгое время было на слуху, то я думаю, что помнят его не только оппозиция. Вы упомянули о протестной. А вот у меня такой вопрос. Ведь у Немцова достаточно значительный этап биографии был связан с работой в высшей власти страны. То есть в тот момент он никаким протестом совершенно не был. Почему именно с протестом он ассоциируется? Ну, потому что его дальнейшая деятельность, его в конце концов в 2014-2015 году, его очень четкая, принципиальная и, главное, открыто высказанная позиция по вопросу конфликта с Украиной. То есть для меня скорее этим он в основном памятен, потому что я еще когда была не очень погружена в это. Но уже заодно это его можно считать очень достойным человеком. А я правильно понимаю, что вы фактически стали интересоваться политиками, когда Немцов уже из нее ушел и ушел? По большому счету, да. И тем не менее, вы сюда пришли? Конечно. Спасибо. Скажите еще, как вы можете сказать? Денечка Мария, Критая Россия. Спасибо. Добрый день, здравствуйте. Мы с вами находимся у Соловецкого камня. Скажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли? Я пришла почтить память Тарисе Немцова. А кто он для вас? Руководитель демократического движения и лидер свободной России. Но ведь он уже несколько лет назад ушел из жизни. Чем он важен сейчас? Наверное, самыми теплыми воспоминаниями о нем. Вы как-то с ним общались? Вы с ним были связаны? Лично не знакомы. А откуда тогда воспоминания? Потому что я жила, когда он жил. А чем он вам запомнился? Искренностью, добротой, легким общением с людьми. Но, по-моему, сейчас нет таких политиков. А как вы считаете, много ли людей сейчас вспомнит Немцова? Думаю, что много. И как вы считаете, много ли из них соберется, все-таки погода не самая хорошая, вот придет сюда, как вы вот с цветами пришли? Я думаю, что нет. Я в другое время. А чем оно другое? Народ просыпается. Понятно. А скажите еще, пожалуйста, как вас представите? Волга, Ольга Александровна, трудящийся. Спасибо. Классно. Да, расскажите, пожалуйста, как вы все-таки договорились? К вам подошел полицейский и попросил убрать? Да, очень вежливо, очень облеченен, все по закону, что здесь проводятся мероприятия, на котором я не могу стоять с плакатом. Но я не забыла спросить, а я могу за пределами ограждения стоять с этим плакатом или нет? Можно подальше спросить? Да, это непонятно. Например, при уходе. Ну ладно, и вы согласились у пролиции. Ну ладно, что можно. Этот плакат уже год у меня, я стояла у метро, на Невском с ним, в защите поведет заключенных. Так что проверенный плакат, неоднократно, переписанный я неоднократно. И что, все нормально. Хорошо. То есть полиция в конечном итоге действует очень мягко? Да, очень грешно, честно скажу. А как вы считаете, с чем это связано? Не так давно действовали совсем по-другому? Я вообще не понимаю, вот мне везет, честно скажу. Мне пока везет. Я на Дворцовой стояла, у меня очень вежливо все было, по часу там стояла. Это в связи с Исаакиевским собором. Да, и была международная конференция по культуре. Мне только поставили на нужном застоянии, и я час стояла, никто меня не тронет. Вот с 9 сентября, да, вот, на Варняк тогда излили, ну и выходили с 16-го. Я стояла с лопатом на Финлянском, пока нас не перегнали в другую площадь полиция. Меня тоже проверили и не тронули. Может быть, везет. Скажите, как вас представить? Деткова Ирина Ивановна, пенсионерка, зоолог, и профессия интересует. Спасибо. Удачи вам, пусть везет дальше. Да, я надеюсь. Спасибо. Аудитория готова? Я посвящаюсь всем политоскрученным, которые... Это я на снег положил, не на газон. Нет, это я сам по себе песню пою, посвященную Борису. Мы с ним были друзья. Да, да. Сходите, пожалуйста. Сходите, возможно, отчасти. Я за счет. Спасибо. Давайте отойдем еще немного. Миша, вот так, сюда вот встань, чтобы прошло. Можно вместе. Припомни, брат, забыть едва ли, Как мы когда-то цепи рвали, Дохло терпение до предела, Страна бурлила и гудела. И были мы тогда народом, Воспели братство и свободу. Казалось, будет так навеки. О, люди, люди! О, человеки! Свобода слова! Свобода слова! Ты в кандалах, ты в кандалах Сегодня снова Крепит булыжник, Кипят коктейли, А что ж еще От нас хотели? И снова ложь С экрана плюется, И главный хам Глаза смеется, И оккупанты В черных латах Везде находят Виноватых И под забралом Прячут лица, От них не спрятаться, Не вскрыться бандиты В мантиях Судейство Творят бесправие. И злодейство Свобода слова! Свобода слова! Одним нет смысла В ней никакого Другие жизни Отдать готовы Свобода мысли Свобода слова! Эй, кровососы! Эй, казнокрады! Вам что ни день Все больше надо? Нам это все Остачер дело! Не доводите До предела! Не все носить Согласны шоры! Когда страна Летит в офшоры! Как ни крути, Резьба сорвется! Она вернется! К нам вернется Свобода слова! Свобода слова! Свобода слова! Можно вместе! Ты в кандалах, Ты в кандалах! Сегодня снова Припит булыжник, Кипят коктейли, А что же еще От нас хотели? Свобода слова! Свобода слова! Свобода слова! Скажите, как зовут вас? Меня зовут Михаил Новицкий. Светлая память Борису! Светлая память Всем, Кто пострадал За нашу свободу! Собственно, все! Я собирался И сделать сольный концерт Из этого! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok